Всем привет! Это краткий инструктаж о том, как работать в нашей видеостудии, как работать с нашей волшебной светящейся доской, прозрачной доской. Итак, во-первых, часто какую делают ошибку, да, то есть мы записали уже более 500 видеороликов в этой студии и более 30 онлайн-курсов сняли. Самая банальная ошибка — не смотреть в камеру, да, то есть люди начинают, они смотрят куда-то и начинают говорить «Здравствуйте, сегодня мы поговорим», там, да, или вот я сейчас смотрю свое отражение, то есть я вот так вот смотрю в камеру, так свое отражение, либо вообще куда-то за кадр. То есть очень важен визуальный контакт, очень важно смотреть прямо в камеру, хотя бы в начале ролика. Дальше, жестикуляция, да, не нужно начинать ролик вот так вот, то есть видите, руки за кадром, это все уже сразу же некрасиво. «Здравствуйте, меня зовут Семен, сегодня мы поговорим». Мало ли что тут держу, но некрасиво. Поза «Ангел» и «Меркель», да, можно как-то вот так начать, либо руки согнуты просто в локтях, и мы стоим и общаемся. Дальше важные моменты. Маркеры, как ими рисовать? Ну, очень важно, конечно же, в режим, в момент съемки не выходить за кадр, да, некоторые разговаривают, вы тут немножко даже если локтем вот так вот выходим за кадр, ну, это все равно некрасиво. Да, не нужно также стоять слишком далеко, мы выходим из света, да, и лучше не стоять сильно близко, чтобы, ну, стоять вот здесь, вот, ну, тут идеально расположен свет. Дальше, микрофон. Микрофон очень важно надеть так, чтобы он не стучал, не бренчал, бывает тут у женщин, вот, слышите, вот это вот, вот это вот все будет слышно на видео. Поэтому очень важно красивенько одеть микрофон, не слишком близко, да, если мы сюда вот его закрепим, да, допустим, здесь бы мы закрепили, когда я начну говорить вот сюда, звук ухудшается. Дальше, по одежде, наверное, вы в курсе, это не черное, не белое, черное, оно будет сливаться с черным фоном, белое будет в пересвете, и без полосочек, они будут рябить. Очень хорошо рубашки, очень хорошо смотрятся пиджаки. Минимум два-три варианта одежды лучше с собой на съемки приносить, да, потому что можно комбинировать одежду, что-то получше выбрать, что-то глаженное, что-то не глаженное. В общем, два-три варианта одежды, ни черное, ни белое, без полосочек. Итак, переходим к самому основному, это маркеры. Как мы пишем маркеры? Мы берем маркер, и многие начинают писать вот так вот. Вот, это ошибка. Ошибка, потому что я пишу у себя как бы на лице, да. Нужно писать чуть правее от себя, да. Можно делать немножко шаг. Какой-то маркер у меня потек, слишком его активировал. Да, то есть я пишу справа от себя, и когда нужно, немножко делаю шаг, что-то показываю, и потом возвращаюсь. При этом я как бы не выхожу за кадр, как я уже говорил. Дальше, что очень важно. Очень важно, когда мы что-то говорим, не вот этим вот маркером, не жестикулировать это рукой. Потому что если я буду говорить, вот это вот все слышно. Вы слышите, я тоже это слышу. Поэтому мы что-то написали, и мы либо жестикулируем другой рукой, меняем маркер, да, либо просто кладем маркер и продолжаем говорить. Дальше, что очень важно, не выходить за границей. Многие начинают урок, там, не знаю, напишем по-ма-ту, видите, да, буква-т у меня уже вышла. Поэтому очень важно не заходить вот за эти границы, да, они, как правило, отчерчены, не заходить за них. Снизу то же самое, да, то есть если мы построим график, видите, вот тут у меня уже за кадром. Поэтому снизу тоже есть граница. Ну и сверху то же самое. Вот она где-то вот здесь у нас начинается. Вот, не выходить за эти границы. Дальше, что очень важно. Когда вы пишете маркером, пишите, пожалуйста, мелко. Видите, как я мелко написал и как хорошо оно читается. То есть многие почему-то начинают, берут маркер, типа он толстый, типа мы вот стоим на Синерджи Форум, перед нами Олимпийский, и вот такими вот пишем. Даже вот это вот, это уже крупно. Потому что, ну, площадь ограниченная, лучше писать помельче, это очень хорошо видно. Да, ну вот у меня потолще маркер, здесь вот потоньше мы можем взять. Ну вот тут примерно такими буковками небольшими нужно писать. Дальше что, если маркер начнет кончаться или скрипеть, лучше скажите, вот так вот маркер должен светить. Вот у меня сейчас нету, к сожалению, закончившихся маркеров, да, но если мы долго-долго-долго-долго будем писать, 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 ну маркер он просто кончается и у вас вот, ну, нет у меня кончившихся маркеров. В общем, ну они начинают через какое-то время, да, если у вас 40 минут идет урок, он маркер кончится, поэтому, пожалуйста, либо активируйте его, да, немножко нажав на него и потрясти, либо попросите ассистента, вам поменяют маркер, либо просто возьмите другой маркер. Кстати, о другом маркере. Вы можете выбирать подсветку, да, вот сейчас я писал синим, мы можем ее сделать, ну, например, зеленый, а, например, мы можем сделать красный, ну, красный почти не светится, фиолетовый и так далее. Ну, это зависит от подсветки и от маркера, да. Например, вот красный, вот это вот у нас будет красный маркер, да, что-то им можно выделить. Ну, вот белый маркер, он везде, какая подсветка, он таким и пишет. Вот, поэтому комбинируйте, да, один урок записали одним цветом, другой другим. И под конец скажу вам, как стирать с этой доски, да, то есть потому что вот когда мы только написали, начинаем стирать, ну, видите, оно мажется, хотя все равно стирается, то есть даже вот здесь вот. Ну, ну, в общем, стирать нужно уметь. Когда маркер высохнет, чуть посильнее нажимаем, мы это все легко стираем. Если нам нужно чуть-чуть стереть, не стесняйтесь, прям видео. А, забыл один важный момент, забыл один важнейший момент. Не бойтесь неловких пауз. Лучше, лучше написать медленно и красиво, чем и не бояться этой неловкой паузы. Сейчас вы поймете о чем я. Ну, давайте напишем слово. Вот я написал слово, да, и на монтаже я потом ускорил это все быстро, да. То есть многие боятся этой неловкой паузы и начинают, в общем, некрасиво, непонятно. Лучше замедлиться, сказать слово и потом писать, да. И на видео это ускорится и не будет этой неловкой паузы. Итак, как стирать? Можно стирать трапочкой. И если вдруг вы остались один в студии, то как стирать? Сначала это простая вода. Сначала мы прыскаем. Обязательно прыскаем. Потом обязательно мы размазываем. Почему-то люди начинают сразу же пылесосить. Не надо сразу же пылесосить. Не допуская потеков под доску, мы сразу же начинаем. Ну, сначала прыскаем, потом размазываем, потом пылесосим. Пылесосим, не сильно нажимая. То есть, если у вас сильно-сильно много-много на доске нарисовано, то мы сначала прыскаем, потом все это размазываем, чтобы туда на доску вниз не текло. Иначе там... Ну, вода, железо, будет коррозия металла. Вот. И уже потом вот эти остатки мы тряпочкой аккуратненько стираем. Поэтому лучше зовите ассистента и не тратьте на это время. И между роликами лучше присесть, отдохнуть, подумать. о следующем ролике, получить текст, чем стирать с доски. Поверьте, мы сотрем быстрее и красивее. На этом пока что все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok